Компания Техникон. Я руководитель компании. Меня зовут Аркадий Иосифович, фамилия Шульман. Мы в ТИБУ участвуем впервые. Вообще-то мы постоянно участники всех выставок, которые проходят в Беларуси. Нам уже 25 лет и все эти годы мы активно участвуем в выставках. Но ТИБУ впервые и, честно говоря, мы не пожалели об этом, потому что увидим новых заказчиков, совершенно новых, неожиданно для себя находим. И понимаем, что те технологии, которые обсуждаются в рамках этой выставки, они актуальны, они интересны нам, как реализаторам проектов, поэтому мы в будущем планируем участвовать в ТИБУ. Цифровизация, как таковая, сегодня в большей степени связана с начальной стадией ее развития, с популяризацией, с просвещением, с обсуждением методов решения этой задачи, с поиском инструментов для решения этих задач. Мы хотим общаться, обсуждать, планировать какие-то акции в дальнейшем. Мы вообще-то занимаемся промышленной автоматизацией и видим сегодня эффект в слиянии АСУТП и информационных технологий. Как всегда, на стыке возникают новые решения, и это именно тот случай, когда эти решения генерируются в этот период. Мы видим, как при помощи этих технологий выявить, где потенциал повышения эффективности производства и как его реализовать. Собственно, в этом и есть роль цифровизации, общей автоматизации деятельности. Меня зовут Клебанов Евгений, представляю компанию Техникон, минская компания. Показываем наши разработки для промышленности, для ЖКХ и для сельского хозяйства. То есть это прикладные проекты в области цифровизации для промышленного применения. Одним из наших таких наиболее инновационных продуктов является система «Акватория». Это программно-аппаратный комплекс, который построен уже с использованием технологии искусственного интеллекта. На сегодняшний день этот комплекс работает во многих крупных городах Беларуси уже. Другая наша разработка была выполнена для горно-обогатительной промышленности. Мы создали цифровой двойник подземного рудника для моделирования процессов добычи руды. Также у нас есть разработки, представленные на стенде в области машиностроения. Тоже программный комплекс ГИЭС именно для планирования, диспетчирования машиностроительного производства и для учета ресурсов производственных. И одна из разработок в области переработки молока. Я приглашаю всех зайти, кто еще не был на наш стенд, поговорить об этом, судить, поискать интересные решения совместно. Будем рады общению. Заходите. 26-й международный форум ТИБА-2019. С 8 по 12 апреля. Минск-Арена. Новейшие достижения в области информационных технологий. ТИБА-2019. С 8 по 12 апреля.